Две горки и два катка. Зимняя площадка во дворе школы номер 48 уже несколько лет подряд радует горожан. Особенно нравятся такие развлечения местным детям. Мне нравится в этом городке то, что тут горки очень скользкие, можно на ногах, можно так покататься. Горки очень удобно расположены, потому что они на школе во дворе можно после школы сразу здесь покататься. Они очень большие, есть еще один подъем. На лестнице они скользковатые и на коньках здесь очень удобно кататься. Впервые зимние развлечения во дворе 48 школы появились пять лет назад. Решили создать такую площадку активные родители. Сами пробовали строить разные горки и готовить каток. С каждым сезоном городок получался все лучше. Несколько лет мы все смотрели, как сделать горки быстрее, чтобы гладкий был склон, хорошо держался. В этом году решили купить плиты изо льда, положить на горки, стало ровнее, быстрее горки стали у нас начинать работать. И уже не так много усилий, чтобы их выравнивать и заливать. Ну и весной они будут дольше держаться. Усовершенствовали не только горки. Катки, которые ежедневно собирают на своем льду десятки школьников, также стали лучше. Благодаря новому оборудованию заливают их теперь более качественно. Начинали с малого, с бочки, с воды, с тряпок, с резиновых шлангов. Пришли к насосу, к пожарным рукавам. Технология уже отработана. Уже три года катки разделены по направлениям. На одном гоняют шайбу юные хоккеисты, на другом скользят фигуристы. Чтобы лед оставался гладким, активисты следят за его состоянием. Бывает на то, чтобы подлить воду, замазать трещины и выровнять площадку, у родителей уходит по несколько часов. Ребята же старания старших ценят. Мне нравится в катке то, что он бесплатный. И у каждого отдельный каток, а не вместе, чтобы мы сталкивались. Нам очень интересно приходить сюда после школы и бегать, прыгать, кататься на коньках. Мне нравится, что не приходится и идти далеко. Сразу после школы можно портфель занести и сразу на каток, на горку. А вы помогаете чистить лед, горки? Да, мы помогаем. И как бы это у нас можно как-то развлекаться. И это плюс помогает кататься. Потому что здесь нападал снег и на коньках тяжело кататься. И лучше на льду кататься. А мы расчищаем снег и освобождаем лед. Самодельные скребки были изготовлены родителями местной детворы еще несколько лет назад. В это же время были куплены лопаты. Теперь каждый посетитель площадки может взять ключи от помещения с уборочным инвентарем и самостоятельно почистить лед. За состоянием площадки ее создатели и остальные активные копичане ухаживают ежедневно. Поэтому прослужить горки и катки могут до самой весны. Команда единомышленников собирается развивать ледовый городок и дальше. К уже установленному освещению хотят добавить музыкальное оборудование. Кроме того, на школьном дворе нередко проводят различные праздники. Следующий пройдет 17 января.